Я рад приветствовать работников аппарата на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Beholder. Ну что дорогие друзья, посмотрим кому эту игру. Игруля у нас представляется такой, знаете, симулятор с ту качество. Ха-ха-ха! Доносчик! Доносчик! И вы даже видите этого главного героя. Это мы будем сидеть вот так вот на кресле, иногда поворачиваться и смотреть вдаль, в темноту. А видите, как вот так вот будем смотреть подозрительно на всех прям. Очень подозрительным мы будем человеком. Короче, мы работник аппарата. Государство нас приставило к месту, где мы должны обязательно узнавать все секреты, все тайны и доносить на всех, кто нарушает закон во благо нашего государства. Тем самым мы будем подстраивать разные козни, как я понял. Будем, помимо всего, еще залазить в чужие квартиры, проникать в чужое жилье, пока хозяев нет дома. Выискивая различные улики, может быть, даже что-то подкладывая. Короче, и так далее и тому подобное. Будем вести антипоганую жизнь. Я вам так скажу, точнее наоборот. Очень поганую. Антисоциальную, зато при этом очень поганую жизнь. Вот. Но мы работники аппарата. Наверное, нас представили не просто так к этой должности. Мы наверняка были избраны, наверное, для этого. Давайте начнем новую игру и посмотрим. Игрушка, как видите, в бета-версии сейчас находится. Сейчас бета-тестирование идет, открытое. Причем, любой может попробовать в него поиграть. И вам наверняка, если вы вышлите запрос, он... Я рад приветствовать работников аппарата на канале Дамако. Меня зовут Станислав. И сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Beholder. Ну что, дорогие друзья, посмотрим-ка мы эту игру. Игру Лев у нас представляет себе такой, знаете, симулятор с ту качество. Ха-ха-ха. Доносчик. Доносчик. И вы даже видите этого главного героя. Это мы будем сидеть вот так вот на кресле. И иногда поворачиваться и смотреть вдаль, в темноту. А видите, как вот так вот будем смотреть подозрительно на всех прям. Очень подозрительным мы будем человеком. Короче, мы работник аппарата. Государство нас приставило к месту, где мы должны обязательно узнавать все секреты, все тайны. И доносить на всех, кто нарушает закон во благо нашего государства. Тем самым мы будем подстраивать разные козни, как я понял. Будем, помимо всего, еще залазить в чужие квартиры, проникать в чужое жилье, пока хозяев нет дома. Выискивая различные улики. Может быть, даже что-то подкладывая. Короче, и так далее и тому подобное. Будем вести антипоганую жизнь. Так скажу. Точнее, наоборот. Очень поганую. Антисоциальную, зато при этом очень поганую жизнь. Вот. Но мы работники аппарата. Наверное, нас представили не просто так к этой должности. Мы наверняка, типа, были избраны, наверное, для этого. Давайте начнем новую игру и посмотрим. Игрушка, как видите, в бета-версии. Сейчас находится, сейчас бета-тестирование идет, открытое. Причем, может, по-любому попробовать в него поиграть. Вам наверняка, если вы вышлите запрос, вам наверняка пришлют ключик. И вы сможете попробовать эту игру. Уважаемый Карл Штейн. Это про нас пишут. Ну, давайте я не буду это читать, потому что я буду это все озвучивать. Уважаемый Карл Штейн. Рады сообщить, что ваше назначение на должность управляющего доходным домом класса D, находящегося по адресу 6 Крушвицце, одобрено. Вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Вам и вашей семье выделена квартира на цокольном этаже дома. Экспериментальный препарат, инъекцию которого вы уже получили... Колбасу избивают, е-мое. ...подавляет необходимость в ночном отдыхе. Это позволит вам посвятить больше времени служению Родине. Вот так вот, понимаете? Какие-то заделки. Отношу прекрасную страну еще богаче, еще круче и еще безопасней. Во слава Родине. Очень долгие загрузки, я понимаю. Ну, игрушка опять же в бета-тесте. Может быть, со временем они поправят что-то, но реально загрузки очень долгие здесь. Все, игрушечка началась. Так, ваша новая директива правительства. Так, это что такое? Я не знаю, что это вообще высветилось. Это начальник, нажмите на него, чтобы начать диалог. Знак, восхитительный знак. Вот такой вот знак, восхитительный знак. Сообщает, что персонаж готов дать вам задание. Это моя семья, да? Она такая, пока, типа, мы не будем заходить в комнату. Папа там разговаривает с серьезным дяденькой. Смотрите, как вот все выглядит. В принципе, достаточно мило все выглядит. Игра выглядит крайне приятно. Хоть и очень мрачниковая музыка, очень мрачная. Все очень подавляющее. Понимаете, такое давящее. Жутко давящее все, одним словом. Это надо так, мы уже посмотрели, да? Вы должно быть Карл. Добрый день. От имени Министерства Порядка приветствую вас в новом месте работы. Что здесь происходит? Проводим мероприятия по обработке здания от вредителей. Не обращайте внимания. Возмутиться, как же мы согласимся. От этих поганых. Как скажете. Да пфф, я тут каждого бы третьего к стенке ставил. Ваш предшественник не справился с простейшей работой. А если человек, будучи на ответственной должности, не справляется с элементарными заданиями, вывод может быть только один. Правильно, к стенке его. Он сделал это умышленно. То есть, стал вредителем. Теперь всем, чем занимаются жильцы этого дома, ваша ответственность. И под словом «всё» вы подразумеваете. Под словом «всё» я подразумеваю абсолютно «всё». Ну, извините уж, конечно, чё ж там они там, чё мне теперь за ними в унитаз лазить, там смотреть, чё они там делают. Чё-то вы совсем перегибаете палку. Вы будете следить за каждым их шагом, фиксировать любую подозрительную деятельность. Если, конечно, хотите, зарекомендовать себя хорошим служащим. Конечно, мы хотим. Мы вроде этой работы все припевали. Вот ваш Мухасранск приехали из столицы, ё-моё, конечно, мы хотим. Потом обратно в столицу, на высокую должность пойдём. Чё ты? Все так работают. А если планируете стать отличным наблюдателем, то рекомендую записывать и хобби, и увлечения, и просто разговоры. Как я буду это делать? Вам нужно наблюдать и записывать. В этом помогут камеры наблюдения. Ну, давайте по порядку. Карл, у вас есть опыт управления домом? Нужна ли вам моя помощь? Воспользоваться помощью? Показать обучение? Отказаться? Ну, давайте, наверное, откажемся. Я смотрел просто. Вам, в принципе, это не сильно будет интересно. Я вас, походу, познакомлю со всем этим. Не будем затягивать просто. Мне не нужна помощь. Конечно, я работал, когда ты ещё пешком... Хотя нет, он старый уже, полосел. Видно, что мужик-то... Ладно, не буду наезжать на старика. Вот ваш рабочий журнал. Он будет находиться справа. Я же сказал, что не надо мне обучения. Чё вы мне? Вернемся к наблюдению. Установите в доме камеры. Это существенно облегчит вам работу. Судя по документам, вашему предшественнику было выдано две камеры. Найдите их в вашем кабинете. Он справа от жиловой комнаты. Понял, всё. Нам туда надо идти, ребятки. Топаем сюда. Вот здесь вот наша рабочая комната. Тут наша квартирка. Я так понял, хатку можно будет вообще обставлять там. Ну, делать всё, короче, с ней. Всё, что нужно. А дайте вот к нашим камерам. Чик-чик-чик такое. Передвигаемся, как маленький мешочек. Вот и камеры. Две камеры. Средний угол обзора с функцией видеозаписи. Забираем. Забираем. Все камеры забрали. Мы теперь можем спокойно идти и разговаривать. Тут видите, у нас даже в левом, в нижнем углу, в верхнем точнее всего углу, появляются обновленные задания, либо выполненные. Отлично, вы нашли камеры. Их нужно установить в общей столовой. Следуйте за мной. А здесь мы будем заниматься разными интересными штуками. Я потом вам покажу это всё. Пока нам это, в принципе, не надо. Давайте сюда. Быстрее, быстрее беги сюда. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Вот эти вот точки, на них можно устанавливать камеры. Как устанавливать, так и снимать. Камера. О, тут вообще, смотри, какой-то портрет. Можно было положить в коробочку. Сюда идём. Чоп-чоп-чоп. Смотрите, здесь тоже комната. Ну-ка сюда. А, я не установил до конца, да? Тут тоже, смотрите, под две камеры. Какая-то у нас, получается, теплоузел какой-то. Там все стираются. В итоге, наверное, нам надо будет вообще весь дом обсыпать камерами. И пробовать тем самым следить за всеми вообще, за всем происходящим здесь. Давайте пообщаемся. Вижу, что пока вы неплохо справляетесь. Вот наша первая награда. За такую работу вы мне ещё наградуете. Да я буду тут 24 часа в сутки работать, тем более с вашими новыми таблетками. За деньги вы можете покупать необходимые предметы в магазине. Вот этот магазин у нас. Мы можем покупать необходимые нам предметы. За очки авторитета камеры для наблюдения за жильцами в доме. Ну, за эти вот очки, да, вы понимаете. Очки авторитета – это ваша репутация. Их платят за выполнение служебных заданий. Вы можете использовать их в личных целях, для убеждения окружающих. К сожалению, меня ждут дела в министерстве. Однако, вы можете в любой момент позвонить мне со своего рабочего места по выделенному телефону, чтобы задать любой вопрос. И, кстати, я настоятельно не рекомендую вам, Карл, игнорировать звонки на этот телефон. Надо было даже так... Я настоятельно рекомендую вам, Карл. Мы поняли друг друга, да? Да, надо начать так вот... Пальцы прикладывать к глазам и показывать потом на его глаза. То есть, ну, указывать, что вы следите за ним. Вот так вот. Помните, что мы с вами в первую очередь служим нашему великому народу. И выполнение директив и указания от министерства – это наш хлеб, вода и воздух. Да, сыр, нет сыр, нет сыр! Да, я готов. Теперь перейдем к главному. В доме проживают несколько человек, которые находятся в зоне риска. Ваш предшественник не смог навести в доме порядок. Надеюсь, вы окажетесь благоразумнее. Как я могу это сделать? Во-первых, внимательно наблюдайте за жильцами. Как только соберите доказательства о правонарушении, пишите рапорт. А по остальному позаботимся. Позаботится наша стража правопорядка. И скажу вам по секрету. Наше великое государство может быть очень благодарным тем, кто хорошо выполняет свою работу. А потому министерство может закрывать глаза на подлог улик или на шантаж в случае, если это поможет вам достичь результата. Видите, в чем дело? Мы можем вообще творить все, что угодно. Беспредел! Реально беспредел! Лишь бы это нам помогло для того, чтобы предотвратить преступления. Лучше, чтобы улучшить нашу страну. И вот эта вот маленькая такая вот отсылочка от параграфа, она позволяет творить все, что угодно. То есть мы делаем то же самое залог, что и делают окружающие люди. Но типа мы как бы под государством. Сделаю все, сделаю все возможное, естественно. А не совсем то, что я... Так какое это именно я и ожидал? Выдавьте мне считабельное оружие, пожалуйста, чтобы я мог стрелять кому-нибудь в коленку, когда он будет слишком много раз говорить. Я сделаю все возможное. Мне нравится ваше рвение. Немедлите со звонком в наше ведомство. Вы сможете получить любой совет от своего мудрого куратора. Но это, видимо, он про себя говорит. И последнее, ключ, который я вам дал, подходит ко всем дверям в этом доме. Только убедитесь в том, что жильцы вышли из квартиры, прежде чем в нее заходить. Вы понимаете, да, про что? На что он намекает? То есть мы не шарахаться вообще где угодно, творить все, что хотим. Беспредельщики кончены. Многие наши граждане все еще пребывают в уверенности, что частная жизнь – это их личное дело. Пусть пока так и будет. Приступайте к работе. Я-то справлюсь. Сынуля! Папка твой важный человек. А ты кашу жрешь. Знаешь, какие деньги не была куплена каша? За папкины. Ешь да помалкивай. А то знаю, там думаешь, что это не морально, это хреново. Заберем камеры, потому что нам надо будет расставлять их по... Ну вот одну я, наверное, оставлю здесь. Я точно знаю, что одну камеру надо будет нам ставить. Ага! Ага, видите, смотрите, здесь получается взаимоотношения между семьей будут. Кто там буянит? Смотрите, получается, он пришел, сожрал кашу. Мать пришла, короче, да, да, Катя, мол, еды нет, что за еду, что за бабуяня? Нет, она нашла что-то пожрать. Короче, я не знаю, я не видел, чтобы где-то здесь было взаимоотношения. Именно, чтобы мы смотрели за взаимоотношениями. Смотрите, что у нас есть. Вот это вот, короче, бумажечка, да, вот как бы у нас справа нам вот эти папочки. Они будут нам о многом говорить. Во-первых, здесь будут рассказывать нам наши задания текущие, что нам нужно будет сделать. Здесь есть полностью вся инфа об всех людях, находящихся в нашем доме. О всех квартирах, о всех людях. Мы будем выселять кого-то, будем заселять кого-то и так далее и тому подобное. Можем почитать, вот смотрите, подвал, это там мы живем, да. Моя любимая дочь. С рождения Марты наша жизнь стала гораздо счастливее. К тому же мы уже знали кое-что о чем. Тут что-то не дописано о чем-то. Мы знали уже еще и раньше. Это не бегунок, это не бегунок. Вот, наше задание. А вот здесь директивы, которые мы должны выполнять. Посмотрите, какие директивы. Номер директивы от такого-то сентября, такого-то года. Запрещено распевать песни на площади перед Министерством порядка. Представляете? Вот такое вот правило. Вот это самое интересное. Все яблоки подлежат немедленному уничтожению. Охранить и употреблять их запрещено. Представляете? Вот так вот, даже яблоки употреблять было запрещено. Что же там говорить про наркотики? Как в Китае. Выводят на площадь, в голову стреляют за распространение наркоты, за употребление. Не знаю, а вот за распространение точно. Наркоторговцев там жестко убивают. Вот. И последнее, конечно, запрещено укрывать преступников. Запрещено, как говорится, сокрытие информации о преступлениях. И убийство убивать тоже запрещено. А здесь у нас будут указаны конкретно наказания. За что? Ну, как бы, какая директива, как будет наказывать. То есть, за это будет арест. За убийство и за сокрытие, естественно, информации. За распивание музыки и поедание яблок. Зеленого, красненького яблока. Видимо, если было бы желтенькое яблоко, то, наверное, это ничего страшного. Вот за красненькое, зелененькое там карают. За это штрафы. Ну и письма какие-то. Не знаю, какие-то письма, наверное, там будут приходить. А дайте уже звонить министерству. Оно у нас заждалось. Давайте звонить. Игра паузируется. То есть, знаете, такая полупошаговая. То есть, можно будет остановить в нужный момент и почитать, посмотреть, продумать свои действия. Потому что, я думаю, здесь везде будет хватать. Министерство порядка. Ваш звонок принят. Здравствуйте, Карл. Вы ознакомились с основными должностными инструкциями? Готовы получить задание? А то готов к заданию, сэр. Я для этого был рожден. Установите наблюдение за жильцом из квартиры номер 2. Там проживает Яков Манишек. Необходимые камеры вы сможете купить в государственном магазине. Соблюдайте осторожность. Заходите в квартиры к жильцам, когда их нет дома. Все понял. Намек понят. Поставим на паузу. Да, пока. Мне тут интересно, кстати, я на своих-то домочальцев смогу стучать или нет. То есть, тут камеру-то я поставил. Мы здесь вроде все ходим-едим, да, получается. Моя семья тоже. Можем ли мы стучать? Вот, пожалуйста, вот весь наш дом. Все квартиры. Вот в этих квартирах никто не живет. Они пока застройщие. Ну, как бы закрыты, застроены. Никто не заехал. Никого здесь нет. А вот вторая квартира, которую нам надо будет проследить и проследовать и исследовать. Так, давайте посмотрим магазин. 25 камера. Самая обычная, простая камера. Ну, я бы, наверное, не стал ее брать. Хотя, наверное, для начала и она пойдет. Барахолка. Ну, видите, то есть, можно даже вещами какими-то обставлять. Квартиру, что ли. Паяльник, вот, пожалуйста, продается за 50 бакинских. Раньше доллар, видимо, совсем ни хрена не стоил. Потому что за 50 долларов можно было купить целый паяльник. Вот, в 84-м году. Купить за 4,5... Ну, это правда, да, наверное. Рояли импортные особенно, да. Он где-то таких денег стоил очень дорого. Все иностранное стоило гигантских денег. И хрен вы где еще достанете. Какой-то плакат, смотрите. Агитационный плакат. Шахтер, это звучит гордо. Согласен. Видимо, мы можем тоже это, знаете, в доме где-то расставлять. Радиоприемник. Мечта. Чем выше этаж, тем лучше работает. Продавал и говорить ничего... Ну, понятно все. Ладно, пока смотреть не будем. От этого все нам неинтересно. Пойдемте уже на миссию. Пойдемте уже влазим в чужую хату. Посмотрим, как это вообще работает. Отключаем паузу. И погнали. Доча, не шали. Сына, учи уроки. Дорогая, я пошел на работу. Пока. Никого, кстати, нет вообще, да? Пустота какая-то. Когда я смотрел игру, я только посмотрел обучение. Здесь были люди. Кто-то торговал, кто-то что-то делал. Надо подглянуть. Никого здесь нет, да? Давайте вообще посмотрим про этого манишика. Что за манишик? Что это вообще за хмырь такой? Тихо. Давайте запаузируемся в момент паузы. А, да, на пробел уже пауза. На момент на пробеле будем нажиматься, чтобы почитать. А то время-то идет. Ну, наверное. Сомнительный тип. Вот кто он. Это уже хорошая информация. Ну и все, как бы больше ничего про него нет. Возраст 55 лет. Безработный. Ну, кстати, действительно безработный. Сомнительно. А чем он зарабатывает, чтобы содержать квартиру? Живет-то на какой же площади, а? Сомнительный. Надо срочно все узнать. Так, смотрите, кстати, тут написано полностью, да? Сделайте... Сделайте... А что сделать? А, обыск. В квартире номер 2. Не знаю, разработчики бы доработали бы эту тему. Но, надеюсь, не я один буду насчет этого говорить. Сделали бы шрифт покрупнее. Было бы приятнее. Потому что, ну, реально нереально что-то увидеть. Я сижу с дивана в телевизоре, смотрю. Мне вообще ничего не видно. Может, с компьютерных мониторов будет гораздо все лучше. И что еще? Установите камеру наблюдения в квартире номер 2. Соберите информацию о Якове Манишике. Нам дадут пятихаточку бабла и 50 лавы. Да, да, да. Вступить в должность. Необходим... Необходимые действия. Ну, ладно. Давайте. Выйдем, закроем, нажмем. И давайте-ка мы вскроем дверку. И да пойдем полазим у этого Манишика по хате. Так, ну тут, я смотрю, есть куда что поставить. Крепим камеру. Давайте исследовать его хату. Посмотрим, что он тут в хатке в этой. Че у тебя тут? Че ты тут припрятал? А? Бутылка бухает. Ага, алкоголик. При должной сноровке эта разбитая бутылка превратится в опасное оружие. Вот так вот. Своровать. Мы можем даже, видите, даже своровать что-то. Давайте посмотрим, что на кресле лежит. Ничего, пусто. Он оружие не прятал. Под подушками кресел. Так, и в шкафу ничего нет. Ну давайте здесь оглядим, что здесь. Под кроватью тут прямо где-то в матрасе деньги вшиты там. Нет, ничего нету. Блин, ты какого бабуина. А туда, в ту комнату я могу зайти? Нет, в ту вроде не могу. Давайте телевизор посмотрим. Может какие-нибудь антисоветские каналы смотрят, может быть? Сразу наказать. Он тут не приехал-то случайно, а то я же не знаю, когда он приходит. Тут надо за каждым следить, чтобы понять, кто, когда, куда и зачем. Уходит-выходит. Карты. Так, играет в азартные игры. О, смотрите, кликабельно. И чё? А, вот так сбор, короче, информации работает. Смотрите. Собрать информацию. Ага. Может мы и там тоже могли собрать информацию? Типа, мол, играет в азартные игры. Да-а-а, ох, он подлец. Молодец, огурец. Сейчас мы попробуем. И тут тоже. Так, телефон, кстати, уже, телефон мне звонил, и мне надо позвонить. Да, смотрите, это тоже можем обозначить. Типа, мол, опасное оружие может быть опасным. Наверное, мне надо, мне надо позвонить. Не министерство мне звонит, мне надо позвонить. О, бабушка, бабушка идет. Тихо-тихо-тихо. Бабуля не должна. О, манишек! Нет! Че, подери. Как он-то? А если б я бы в доме бы спалился, мне бы он, наверное, убил. Не, идем звонить. Быстро-быстро идем звонить. Че за фигня? Пылесосишь, дорогая? Так эти куда-то стоят что-то. А, в автобус они ждут, наверное. Поздравляю, вы успешно выполнили ваше первое задание. На ваш счет пришла премия в размере 500 и 50. Спасибо. Мы этого долго ждали. По полученной информации, Яков Манишек нарушает директивы правительства. Последите за ним. Используйте камеры видеонаблюдения. Когда жилец делает что-то запрещенное, в зоне действия камеры и иконка действия становится цветной. Кликните на иконку, чтобы собрать улики в досье. Приложите собранные улики к рапорту. Закончить разговор. А что за справка? Какая информация вас интересует? Сбор информации о жильцах. Починка поломок в ду... О, давайте про починки. Купите в магазине нужный ремонтный набор для техники и деревянные мебели. Нужны разные наборы, короче, да, нам. Нажмите на мебель и выберите иконку с инструментами, чтобы починить поломку. На каждую поломку тратится один ремонтный набор. Получается, как бы, мы здесь помимо всего этого еще и будем и дома ремонтировать, да, и все вот это всем вот этим заниматься. Время, интересно, идет или оно стоит на месте? Я понять не могу. Пока вот я разговариваю. Они что-то все двигаются, ходят, да, как бы. Нет, идет время, я вижу, что идет. Ремонт квартир, так ладно, пока мы, короче, этого не будем, да, завершить разговор. Написание рапорта, потом уже разберемся. Собрать улики. Ну-ка, посмотрим. Манишек, что ты там делаешь? Что это такое? Наркотики! Производят наркоту! Да его вообще казенить надо. А что, кто расстроился там? Кто плачет? Бабуля, ты что расстроилась-то, е-мое? Бабуля. Что, муж не приехал? Умер, что ли? Не, мать, ты что, что случилось? Она пошла звонить куда-то. Так, смотрите, получается мы нашли. Да, что надо сделать? Напишите рапорт, нам говорят. Ремонт квартиры стоит... А, понял, все, я случайно нажал, да? Нифига, он сколько там стоит это ремонт квартиры? Отродить столько денег в руках не держал. Так, пишем рапорт. Как написать-то рапорт? Давайте позвоним, узнаем, как написать рапорт. Ремонт, написать рапорт, как это? Нажмите на рабочий стол и выберите опцию с журналом. В открывающейся окне нам нужно будет выбрать необходимую форму. Заполните данные о жильце и... О жильце, на которых вы составляете бумагу. Характеристики нужно отправить в министерство сбора информации. Характеристика будет проверена. Если форма выполнена верно, на ваш счет придет премия. Если форма заполнена неверно, вам будет выписан штраф. Ммм, прикольно. Завершить разговор. А, вот, наверное, да? Давайте, попишем. Ща я на тебя напишу, накалякаю на твою рожу. Наркотики он тут торгует. Тут дети живут, ё-моё, он наркотой торгует. Барыга, проклятый, ща я тебя накажу. Так, какую-то мой форматуру. Составить рапорт. Составить характеристику. А, это че такое, че значит? А, типа я могу заранее составлять, да? Получается, я сейчас составлю, она будет висеть. Гражданин, гражданка. Манишек. Проживающий в квартире ИДВ. Пол. Мужской, женский, мужской. Семейное положение, хрен его знает. Профессия, безработный он был, нам сказали, что он безработный. Доктор, боссман, боссман. Безработный, вот. В браке не состоит. Вроде как в браке не состоит, он же там один живет. В браке не состоит. Вот так вот мы где-то приблизительно. Приблизительно собраны. Вот это может быть? А, вон оно че. Отправить. Характеристику. Мы про него сразу же. Стук, стук, стуки. Мы на перестуки. Давайте-ка мы отправим тогда вот и это, да? Гражданин, гражданинка. Манишек. Что, квартира 2. А я думал, что мы составляем, потом будет у нас как бы, знаете, база данных. Ага, директиву надо выбрать. Ребятки, давайте выберем директиву. Какая там номер директивы-то про наркоту? Тут вообще и была директива про наркоту. А, да, есть, смотрите. 60-41. Запрещено производство наркотиков. Конечно, запрещено. 60-41. От чего? Вот, ну, мы вроде там 3-го числа к нему заходили. Найдены на квартире улики. Давайте вставим, где там наши улики Вова-Вова-Наркотики. Отправить. Так. А еще можно шантажировать кого-то, представляете? Опа, полиция! Полиция, полиция приехала. Пойдемте сюда, быстро-быстро. Надо сюда бежать. Чтобы смотреть в глаза этому манишку, когда он будет... Когда он будет... Когда будет арестовывать. Чтобы он понимал, что это мы его сдали. Хе-хе-хе-хе. Не, не будем как эти... Как истинные, значит, как истинный домовладелец. Будем подглядывать. Хе-хе-хе, манишек. Давайте проводим его. Выйди сюда. Иди быстрее, тварь, нарко... Наркоторговля. Он тут занимается. Наслаждаемся трудом своей работы. Музыка-то какая, да? Ответственная. Иди быстрее! Да, манишек, это я тебя задал. Я. Конечно, потом выйдет из тюрьмы и убьет меня, но бывает. Опа, смотрите, хатка все. Хатка теперь, получается, под ремонтом. Отремонтируйте квартиру номер 2. Заселите квартиру номер 2. Сколько стоит? 750. Ремонтируем. У нас как раз деньги есть, нам все это выдали. А кого как заселить? А, вот получается, да. Выберите жильца. Выберите жильца. Это кто такой? Ты кто? Джон Папанедо. Шпаж. Или Шпак. А, Шпак. Аполлизий Шпак. Я Аполлизия выберу. Уж больно у него шикарное имя. Аполлизий Шпак. Наверняка какой-нибудь интеллигент. Выбрать Аполлизия. Пускай Аполлизий заезжает. Так, давайте быстренько домой. Жена хочет с нами поговорить. Ребенок хочет с нами поговорить. Позвоните министерство. Министерство важнее. Доложить же надо. А вот Аполлизий приехал. А у нас там уже камера стоит. Так, министерство порядка. Поздравляем, вы успешно выполнили это сложное задание. На ваш счет пришла премия в размере 1250. Отлично. Мы просто богатеем. С каждым днем просто лучше живем. Вы чувствуете, да? Скоро переедем в финхаус из этого вот, из этой вот лачуги. В дальнейшем вам не потребуется давать отчет о выполнении задания по телефону. Понял? Премия будет начисляться сразу после выполнения. О наших заданиях мы будем вас оповещать по телефону. Напоминаем, если вы не ответите на телефонный звонок из министерства, вам будет выписан штраф. Вы обязаны всегда находиться в доме и брать трубку. Офигеть. Даже если вы при смерти. Вам все понятно. А тут мог быть еще и при смерти. Офигеть. Да! Да, сэр, есть сэр. Итак, вы избавились от нарушителя. Теперь вам нужно спросить жильцов дома о гражданине Шиммери. Нужно установить, как к нему относятся окружающие. После опроса напишите на него характеристику. Понял? Приступайте к выполнению. Понял, все. Запросить информацию о новом жильце. Справка. Давайте запросим информацию о новом жильце. Принят запрос на имя Алоизия Шпака. Ожидайте. Я ожидаю. Сколько можно ждать? Мне уже надоело ждать. Право нарушений нет. Кто там что? Подожди. Это что там? Ты женщина? Ты что-то говоришь? Нет. Так, элементы в порядке. Работа. Кардиохирург. Хороший человек, наверное. Гражданский уровень надежности. 6 из 10. Специальный контроль не требуется. А что они все такие? Что они все унылые? Я не знаю кто. Мои отцы радостные. Сын пьет чай. Жена с дочерью смотрит телевизор. У нас все хорошо. А что у вас так все плохо? Закончить разговор. Ладно, давайте. До связи. Все, у нас новое задание. В течение 48 часов надо... Тайная станет явным. Так. С женой Клауса Шиммера. Так, понятно. Короче, погнали. С кем там? Как они все выглядят-то хоть? Ты кто? Здравствуйте. Познакомиться. Спросить про мужа. Закончить. Ага. Познакомиться. Здравствуйте. Я Карл, новый управляющий этим домом. Рады знакомству. Я Мэрия Шиммер. Вы приехали сюда с семьей? Да, мы тут совсем недавно. Будем рады познакомиться. Познакомиться. Спросить про мужа. Как дело вашего мужа? Он выглядел расстроенным. Он и правда неважно себя чувствует. Но ему пришла посылка с фотопленкой. Клаус очень любит фотографировать. Это поднимает его настроение. Ага, фотографировать. Все, мы отметили для себя фотографировать. А не порно ли он фотографирует голых женщин? Все, может быть. Смотрите, там дед ты счастливый. Дед, ты что счастливый? Тебе там что-то пожрать, наверное, да? Ты поэтому счастливый. И что тебе нужно от этого почтенного работника архива? Познакомиться. Будем сейчас с ними знакомиться. Здравствуйте. Представиться? А, разрешите представиться. Я Карл, новый управляющий этим домом. Марк Ренник. Почетный работник городского архива. Он, видать, очень старый. Он, наверное, почетный. А, значит, это старый. Вынужден жить в этом заброшенном зоне. Надеюсь, ты, надеюсь, тут наведешь в порядок. От этих сорванцей мне тут, да-да-да. Приложу все усилия. Уж постарайтесь. Это в твоих интересах. Он тоже, знаете, походу... Я стучу на всех, а он стучит, наверное, на меня. По-любому, он такой, да, засланный такой. Спросить про Клауса Шиммера. Хотел спросить про Клауса Шиммера. А почему вы интересуетесь? Сказать правду про задание? Ответить расплывчато. Конечно, расплывчато. Я ничего не знаю такого, чего вы и сами не знаете. Ха-ха-ха! А он, типа, мне ответил на такое. Я, типа, ничего не знаю. Было меня сослуживец. Вечно совал нос в чужие дела. Да, справки. Спросить, что с ним стало. Закончить разговор. Спросить, что с ним стало. Посадили в тюрьму. А, ну дед такой, дед прошаренный. Дед не дебил, да? Узнать больше... Узнал больше, чем следовало. До свидания, молодой человек. Ковыляй давай, старый. Ха-ха-ха-ха! Давайте поговорим. У нас 39 часов еще поговорить с Розой Ранек. Роза Ранек. Тут полячка какая-то, походу, живет. Нажмем на паузу. Посмотрим, кто она такая, в какой она хате живет. Я хотел бы посмотреть данные. А что мне не показывают данные? Так, Роза Ранек. Как ее зовут? Так, это кто? Это вот это и есть Шиммер, наверное, да? Шиммер, понял. Назад. Смотрите, везде все по-русски, а здесь написано Back. Ха-ха-ха! Что за иностранные слова непонятные? В нашей Родине. Так. А вот это, походу, вот это, походу, другая дама, да? А, это вот вся моя семья. Получается, она поговорить была с ней, и вот наверняка с ними двумя, да? А, ну да, правильно, Ранек, Ранеком, да? Все правильно, это его жена, бабуля эта. 71 год. Повариха в столовой. Милейшая старушка. Такие-то чаще всего и прячут что-то, знаете, там, в своем чулане. Милейшие. Так, кто-то в свитере не может ходить, штрафы всякие, музыка, яблоки. По-моему, смотрите, директив-то прибавляется. Запрещено хранить иностранные деньги. Мы, короче, можем со временем потихоньку в хатках-то выставлять различные наблюдения, да? Запрещено хранить и носить старую одежду. Пипец. Так у бабушек, по-любому, вы пенсию лучше платили, тогда бы она бы носила бы новую. Постоянно старую одежду им носить нельзя. Охереть можно, что за бред? Так, ладно, давайте по ним сходим, смотрите, есть какой-то, есть восклицательный знак, вот тут кто-то, надо сходить посмотреть. Побежали. Побежали. Сходки всякие, смотрите, тут куча всего. Я пока не очень понимаю, зачем это нам все надо. О, сынуля, сынуля, хочешь с нами пообщаться. Сынуля. А вот бабуля, бабуля, бабуля. Сынуля, потерпи, бабуля, надо с бабуля пообщаться. У нас 36 часов. И с женой что-то хочется, наверное, с женой хочется поговорить. Так, доброго дня. Познакомиться. Здравствуйте, уважаемая. Разрешите представиться, я Карл, но выправляющий этим домом. И знаете, такой он чеканил каблуками, аж знаете, стукнул друг об друга, вот до такой степени. Он гусар просто. Здравствуйте, уважаемая. Так, это я уже читал. А я милая Роза Раник. Главное, смотрите, она подчеркнула, она милая Роза Раник. Ну какая, точно, точно, что-то скрывать старая. Приятно с вами познакомиться. С моим взорным супругом вы наверняка знакомы. А ну да, да, он такой, ну, старик, он имеет право ворчать. А если он у нас... А еще у нас есть сын. Очень на тебя похож. Но он живет в столице. А мы тоже из столицы, вы знаете. Спросить про сына. Может, что там расскажет. Он стал начальником. Наш славный мальчик. Но я так давно его не видела. А она, получается, поэтому грустит. Она каждый раз приходит к остановке и грустит, потому что сын не приезжает. Так давно. Спросить про мужа. Мерек работает в Архимии всю свою жизнь. Сейчас, может быть, про мужа что-нибудь ляпнет. Это работа ему по душе. Много бумаг, мало людей. А все отпуска он проводит с удочкой. Ага, мы записали здесь. Ага, с удочкой. Удочка это женское имя. Вполне возможно, с женщиной, с другой. Да-да-да, надо навести справки. Спросить про Клауса Шиммера. Хотел спросить про вашего соседа, Клауса Шиммера. Не беспокоит он вас? Это во всех отношениях достойный гражданин. Помог мне достать бутылочку замечательного Хереса. Он хорошо разбирается в вине. Не то, что мой дед разбирается в вине. Ага. И сейчас. Смотрите, мне сразу начеканивает бабло. Бабло, бабло. Отлично. Мы все выяснили. Так, что нам надо дальше-то? Двери и забота. Поговорите с женой, поговорите с дочерью, поговорите с сыном. Сынуля, что тебя беспокоит? Да, отец. Поговорить о работе. Тебе что-то нужно? Поговорить про шахты. Про какие шахты? Сынок, хочешь пойти в шахты? Работать. Спросить про новости. Что с ним? Какие новостяки с ним можно разговаривать? Он... Тебе что-нибудь нужно, сынок? У меня есть дело, отец. Что тебе нужно? Начни с занятия по экономике. И нам выделили список литературы. Ну, учебники всякие, книги. По которым надо заниматься. Да, сынок, ты у нас молодец, далеко пойдешь. Нет, это что-то попали, конечно. Я-то в свои годы два класса закончил. Потом армия, все дела. Ну, учебники, всякие книжки, ну, понял я. Я зашел в книжный магазин, а там нет этих книг. Ребята говорят, есть и книги о старьевщиков на субботнем рынке. Но цены огромные. Ты не могу поспрашивать среди своих друзей? Вдруг у кого-то есть такие... Вдруг есть эти книги? Ты ведь общаешься с умными людьми. Ладно, подумаю, что можно сделать. Так, ладно, с умной поговорили. Поговорить про... Про шахты. Спросить про новости. Давайте про шахты. Вроде сынок-то не дурак. Можно с ним, в принципе, и о новостях поговорить. Мы надумали пойти... Не надумал пойти, шахтеры. Ха-ха-ха-ха. Я ненавижу шахты, отец. Лучше умереть, чем работать как раб. Вот такие вот у него. Поговорить про книги для учебы. Поговорить про шахты. Спросить про новости, давайте. Про учебу в университете. Про распределение на учебу. Про домашние дела. Про университет. Я не пропустил ни одного занятия. Честно сказать, я не верил, что ты сможешь достать мне направление на учебу. Сынуля, ну папа-то на твой кем работает, ё-моё. Какие не уверен. Папе так, ну-ка, я так вот шелкнул, только один звоночек, и всё. Ты уже всё там в университете сидишь, прям возле профессора. Каждое занятие за его профессорским столом просто, когда идут занятия. Вот такой вот ты важный человек. Знай это всегда. Учись старательно, сын. На твой период в университете очень... На твой... На твой перевод в университете очень дорого стоил. Типа, нам твой перевод, извините. Я не подведу, отец. Я на тебя надеюсь, сынок. Закончит разговор. Ещё надо с женой поболякать, а ты тут мне лясы точишь. А это что за дама? А, это жена-жена Шиммера. Закончит разговор просто. Нам ничего с вами разговаривать пока, дамочка. Вот ваш муж начнёт беспредельничать, тогда и пообщаемся. С кем тут ещё можно поговорить? Ага, а что это такое? Что-то ему не нравится. Ему что-то не нравится, смотрите. Он что-то перечёт, типа, мол, чего-то нету, короче. Флажок какой-то он там смотрит. Доча спит. Жена читает. Так, давайте пока тогда выйдем. Звонка от министерства не было. Она полы моет. Давайте быстренько посмотрим, что здесь такое. Что здесь лежит вообще такое? Что нам... Почему нам всем это указывают как восказательным знаком? 36 часов на выполнение задания, да? Министерство порядка отмечает нарастающее увеличение философской литературы, в том числе набирает популярность труды Пола Уильямса, умершего век назад. В его книгах описываются идеи, давно устаревшие и доказывающие свою нежизнеспособность. Но, тем не менее, до сих пор влияют на умы людей. Существование общества без правительства – главная личная свобода и выбора человека. Главенство. Министерство настаивает на полном уничтожении опасных идей Пола Уильямса. Вот так вот. Типа, нихер думать, партия за вас думает. Голос правды. А это, получается, это другая, типа, газетенка, короче. То газета, а это, типа, знаете, по листовке, что-то в этом духе, наверное, да? Здесь правду пишут именно. То, что наше общество способно массово воспринимать философские труды Пола Уильямса, говорится о невероятной его таланте и простоте слога. Необходимо всячески поощряять любовь к нашим великим мыслителям прошлого века, если мы хотим прогресса и культурного диалога между народом и государством. Согласен, согласен, согласен. Только некоторые не умеют правильно высказывать, да, вот эти свои действия. Ну, то есть, вот эти мысли. Они иногда во зло их приносят и такое бывает часто. Так, давайте посмотрим, где мы еще что можем поставить. У нас есть, в принципе, возможность купить камеру и книжки. Книжки надо, сунули. Где жена? Чего жена со мной не хочет общаться? Мне с женой надо поговорить. Так, а, вот, найти, понятно, найти сыну, как бы, книги. Тут написано, да, с дочерью поговорить и с женой. Жена не хочет со мной разговаривать, никто со мной разговаривать не хочет. Что от нас требуется еще? До начала зада... Это... Таня станет явным. А нам что-то же еще надо, да, помимо всего? Помимо... Надо написать... А, характеристику надо написать. Я-то думаю, что от нас еще требуется. Что-то же требуется. Надо написать характеристику. Ну, давайте настройшим на него характеристику. Где там надо писать-то? Подождите секундочку. За столом, за столом надо писать. Папуля пошел работать. Жена с женой пока со мной не разговаривает. Напишем характеристику про него. Так, а, надо сразу же, естественно, записать характеристику. Надо посмотреть, что про него вообще люди... Ну, кто он вообще, что он из себя представляет. Клаус Шиммер, да, он гражданин. Клаус Шиммер. Проживает в квартире. В каком квартире-то проживает? Ты в какой квартире проживаешь? Клаус. В первой. Проживает в квартире номер один. Мужской пол. Семейное положение. Женат. На Шиммер. Мария Шиммер. На ней женат. Профессия. Кто он? Продавец табака. Продавец табака. А, и вот, типа, еще такие данные приложить. Любит фотографировать и разбирается в вине. Ну, это только говорит о том, что он очень культурный человек и умеет развлекаться. Помимо того, он может разбираться хорошо в вине. И при этом он может еще и фотографией заниматься красивой, может быть, художественной. А может быть, голая женщина фотографирует, продает это все за границу. Тоже может быть. Звоним. Министерство порядка. Пришло время для решительных действий, товарищ Карл. А вам необходимо выселить из дома Клауса. А только почему? Спросить про методы выселения, закончить разговор. Спросить про судьбу. А что будет с его женой? Нас она не волнует. Действуйте так, как считаете нужным. Спросить про методы выселения. Как я могу, типа, это сделать? Вы можете договорить с Шиммером. Вы можете договорить с Шиммером, если он уедет сам. Нас это не... Нас это устроит. Договорить. Может договориться, да? Ну, наверное, опечаточка. А то я же такое даже не понимаю. Но будет лучше, если вы напишите на него рапорт. Если он нарушает директивы. Так он ничего не нарушает. А, она моя. Понял. 230 часов. Поняли, да? 237 часов. Это ваша обязанность, товарищ Карл. Спросить про судьбу. Закончить разговор. Я все понял. Вас понял? Вопросов нет. Поговорим с дочей. Доча, е-мое. Хватит тебе уже в игрушки играть. Иди на завод работай. Мамка-то в твои годы уже полы было в школе. А ты ходишь тут, обормотничаешь. Не сейчас, Марта. Как это не сейчас? Спроси про дом. Потерянная игрушка. О, она что-то потеряла. Она беспокоится. Смотрите, она что-то потеряла. Что случилось, милая? Бабочка, случилась беда. Найра пропала. Что за имена ты даешь своим игрушкам? Маша, кукла Маша бы назвала. Найра. Не дай бог уже кто-то узнает, потом посадят нас на три года. Её нигде нет. Кто такая, Нара? Папа тоже никогда не вкуривает. Это моя кукла. Моя любимая кукла, папа. Ты можешь на её найти? Ты испугала меня, Марта. Тебя точнее играла. Дома. Наверное, слишком маленькая, чтобы гулять по улице. Найдёй, пожалуйста. Спросить про дом. Закончить разговор. Спросить про дом. Тебе нравится наш новый дом? Очень нравится. Очень большой. А тебе? Мне тоже нравится. У нас целых три комнаты. А раньше была одна. А ещё у нас есть телевизор. Папа, у нас... Не... Отрубят телевизор. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тебя раньше они жили очень сложно. Реально. Нет, милая, не отрубят. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Скоро появится интернет. Потом осталось подождать ещё где-то с десятка-два лет. Появится интернет. И ты забыли, что такое телевизор. Патрик сказал, что иногда показывают мультфильм. И она тогда сразу счастливая. Давайте искать, где её кукла находится, долбаная. Ха-ха, где это... Надо поискать. Надо поискать, например, в кресле. Так, книга какая-то. О-о-о-о. Книга. Личный дневник жильца. Да, конечно, взять. Мы потом всё исследуем, исследуем. Надо, короче, камеры нам покупать. Камеры. Давайте подождите. Вот так вот. Вот так вот. Очень тут время, знаете, такое время. Время-время. Вы сами понимаете. Да, время очень важно. Мы купим камеры. Поставим у Шиммера в хате. Вы слышите, как я потираю руки? Я даже поближе к микрофону. Чтобы вы понимали, что я подлость задумал. Так, я, короче, поставлю в хате у него камеры. Получше такой обзорчик мы возьмём. Вот эту одну. Как купить-то? А, о, купить одну. Да две возьмём. Ага. Поставим у него в хате и будем ждать, ждать. Момент, а когда Шиммер совершит ошибку. И тогда, и тогда мы его. Вот так его просто. И сразу. И премию нам дадут. Ой, куплю себе мотоцикл. Потом с премией шикарно будет. Так, ладно, а пока мы полазим по хате. Посмотрим, что у нас в хате вообще есть. Потому что если она потеряла игрушку... О, нифига, тут сколько всего. Да, Чуня, ты видала, сколько тут добра-то всякого припрятана? Это что такое? Но это, знаете, это, наверное, всё нужно. То есть просто так брать это всё нельзя? Книга, личные записи, имена, даты, встречи, бытовые напоминания. Ничего интересного. Потому что это, походу, знаете, жена берёт. Я беру, наверное, мы все, наверное, да, берём? Вскрытый конверт с письмом. Вполне возможно, я говорю, не знаю. Разные металлические детали, бритва, конфеты какие-то. Некоторые детали ещё не окрашены и не приклеены. Что это за фигня такая? О, смотрите, на дочу, на дочу мы собираем компрома. Ты не покрасила некоторые детали. Папка на тебя донесёт. Понимаете, да, в чём фишка? То, что мы даже, наверное, будем на собственную семью доносить. Такая маска. Визитная карточка любительского театра. Сразу, ага. Всё, нам это не надо. Ищем в другом месте. Куклу ищем мы, куклу. Так, тут ничего. Она где-то вот тут играла, это точно, да? То есть, она либо вот... Кровать там, тумбочка. Так, с женой тоже надо поговорить. Что-то ей тоже, что-то... Ей что-то явно не хватает. Дорогая, тебе что не хватает? Что, Карл? Поговорить о работе, бытовые проблемы. Милый, мне нужна твоя помощь. Я не могу найти большую кастрюлю. Всё, смотрела. Ума не приложу. Куда она подевалась? Может, её украли? Как думаешь, стоит вызвать полицию? Полицию из-за старой кастрюли? Не думаю даже, не думай даже. Скорее всего, ты забыл её в старом доме. Ладно, раз ты так говоришь. А может, поспрашивать у жильцов про кастрюли? Пади не откажут новому управляющему. Я сварю Марти компот. И верну. Типа, мол, сварю компот и верну. Ладно, я спрошу соседей про кастрюли. Ну, кстати, это нормально. Вот для советского времени самое то. Мы всегда ходили, кстати. Мы, когда я был маленький, я помню точно, что соседи. Настолько всегда все были дружелюбные. Знаете, там, прийти что-то взять у кого-то. Потом кому-то что-то дать. Это было в норме. Когда нас затопили... Мы, кстати, жили на первом этаже в деревяшке. Когда был совсем-совсем маленький. А наш край только осваивался, грубо говоря. Вот, закончат разговор. У нас была такая тема. У нас прорвало трубу на первом этаже. Прямо в нашей квартире прорвало трубу. И соседи... Вот, то есть, по сути, как бы... Так-то должно же было бы всем быть насрать вообще. Вот, как бы, ну, у нас прорвало. Мы даже на первом этаже жили, да. То есть, вода вся шла в подвал. И, то есть, соседи-то сверху никого не затапливало. Никого вообще. Всем плевать. Все соседи пришли. Представляете, все помогали убирать, ремонт делать. Помогали убирать, вот, заглушить этот порыв. Сосед сломал дверь в каптерке специально, чтобы перекрыть отопление. Соседка нам приходила, помогала его воду убирать, короче. До хрена, вот, столько людей, настолько дружно все жили. Вот, когда мы переехали уже в более, в такое, знаете, комфортные условия, в кирпичный дом, такого уже не было. В деревяшке были очень-очень, знаете, очень все дружные. На удивление, прям, дети, взрослые, все общались, все друга знали. Сейчас мы с соседями общаемся, конечно, тоже, знаете, там, здравствуйте всегда, там, как дела. То есть, мы можем общаться и это. Но такого все равно дружного коллектива нет. Раньше как-то было с ними. Не то, что это раньше было лучше, не про это я имею ввиду. Просто в тех условиях мы жили, там, совсем все по-другому. Видимо, знаете, сложные условия объединяют людей, а тут все уже как-то получше живут. И это уже, знаете, как бы, ну, типа, нам всем хорошо, но и нам, типа, насрать. Вот такие дела. Легкое отступление перед концом серии. Ребятки, я думаю, закончу я с игрулей. Игрулька, по-моему, клевая. Не знаю, довольно интересная, да. Вот можно, можно поразвлекаться. Бета-версия, не знаю, стоит ли продолжать дальше бета-версию смотреть. Или уже дождаться релиза. Напишите, напишите, я не знаю, пишите свои впечатления вообще об этой игре. А я уж там подумаю, может быть, еще серию запущу одну, там, выпущу, да. Потому что я так понимаю, что все равно игра ограничена, она не будет полностью. Мы сможем совсем чуть-чуть здесь пошариться, еще полазить. А может, и останется она вот так вот, чисто в обзорчике. Дождемся выхода, и потом уже мы посмотрим. Наверное, так даже будет лучше. Наверное. Но опять же говорю, пишите свои впечатления, там уж будем думать. Вот. А с вами был Станислав. Не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться. Всем счастливо и до новых встреч. Пока.